Здесь 300 дней в году светит солнце, здесь самые чистые пляжи в Европе, здесь самая бурная ночная жизнь. Да, друзья, это Кипр, город Айянапа. И именно в этом горячем сердце Европы группа телеканалов Music Box провела свою самую грандиозную вечеринку. Cyprus Music Box Fest 2015. На самом деле мы очень старались сегодня завести толпу, я думаю у нас очень получилось и все довольны, радостны. Мне кажется было очень круто, насыщенно и вообще было просто от души. Самое главное спасибо нашему звукорежиссеру, который отстроил барабаны так, что прокачал просто весь Кипр. Феерично. Слушайте, я два дня отдыхал за счет Music Box. Понятное дело, поднакопил сил и всех их выплеснул на этом замечательном мероприятии Open Air Music Box. Суперзвезда Сергей Зверев, Стас Костюшкин и проект Одесса, Джиган, Анастасия Карпова, Митя Фомин и Драм-Мафия выступили для гостей фестиваля. Сказать, что это было незабываемо, значит ничего не сказать. Этот многочасовой концерт точно останется в памяти отдыхающих на Кипре еще очень-очень надолго. Друзья, кто бы мог подумать, что это лист гинга на Кипре, такой возможно только на нашем фестивале. Да-да-да-да-да-да, люди 50. Просто улет, нормальный фестиваль, очень просто столько звезд на Кипре. Я не ожидал такого, приехал на Кипр отдыхать, а тут такое. Просто вообще респект уважуха. Мне чем понравились ведущие. Они так замечательно работали с публикой, действительно заводили. У них действительно был искрометный юмор, вот на самом деле. Я оценила все. Всю из Бря поехала в менталочку. Ну что, поехали? Ну что, музной ты танцуешь. А что ты руками-то, а? Действительно все удалось, мне кажется, и все довольно счастливы. Главное, что Russian Music Box делает только самые лучшие качественные вечеринки. И слава богу, что у нас есть замечательные спонсоры, о которых нельзя не сказать. Это тест-тур, которые так помогли и, в общем-то, сделали для нас это замечательное, можно сказать, и праздник, и мероприятие, и отдых. Об этом фестивале здесь знали все, даже местные кошки. И пока гости подтягивались в Айанабу, выступающих звезд ждали настоящие приключения. Мы решили показать им ночную жизнь города, а именно лучший его клуб «Соха». Именно тут наши любимые артисты решили устроить приятный сюрприз для отдыхающих. А почему бы нам не разыграть пару билетов, подумали они. И когда Митя Фомин хотел было выбрать победителя, произошло нечто невероятное. Чья-то рука из толпы буквально вырвала билеты у певца. И все. Это пусец. Ну попробуй, поймай меня. Ну, украш. Убейте у меня, товарищи, а потом меня украл билет. Нету билетов, они распутанные. Ажиотаж жуткий. Невозможно попасть, он решил просто таким образом попасть на вечеринку. Билеты на Сайпрус Мьюзик Бокс Фест 2015 тут ценились на вес золота. Ведь несмотря на то, что это место и называется второй ебицей, ничего подобного здесь еще не происходило. Поэтому желающих попасть на фестиваль было хоть отбавляй. Я думаю, что этот формат, ну, через какое-то время порвет весь Кипр. Я уверен, я уверен. Потому как подошли, как внимательно, с какой чуткостью к артистам, к зрителю, к звуку, свету. Европейский уровень, европейский. Я редко так говорю, потому что редко так делают. Очень долго не получалось съездить отдохнуть. И получается, что здесь это какая-то не работа, а отдых. А тем временем Джигану было не до отдыха. Даже здесь он не расставался с любимым занятием. Певец вовсю исследовал территорию отеля и находил все новые места для занятий спортом. Надо подкачаться, надо, надо подкачаться. Надо подкачаться, надо, надо подкачаться. Я люблю спорт. И заниматься нужно всегда. Неважно, есть спортзал, нет спортзала. Ну, мне в кайф просто. Найти, может, турник всегда. Да любую палку, где может потянуться. Или поджиматься. Так что досуг наших артистов был самым, что ни на есть, разнообразным. Ведь на Кипре занятие себе можно найти на любой вкус. Тут вам и богатое историческое наследие, и прекрасные пляжи, и непередаваемая атмосфера ночной жизни. Но, конечно же, большей ценностью для многих артистов стала местная кухня. Океан, свежий воздух. Очень вкусно готовят. У меня такая талия была крутая. Я сразу 3 килограмма прибавил. Сразу. Да, да, не сутки. Я все время ел. Вообще, так вкусно. Остаться голодным здесь невозможно. Практически в каждом ресторане тут есть меню на русском или русскоговорящий официант. Также тут всегда можно найти себе компанию соотечественников, если вы надумаете повеселиться. Друзья, вот и завершилась первая вечеринка Music Box на Кипре. Но, как вчера верно отметил Митя Фомин, звезды сложились верно не только на небосклоне, но и у нас на пати. Они пели, зажигали, веселились и заряжали толпу своим невероятным позитивом. Но уже совсем скоро вас ждет вторая волна Music Box Fest на Кипре. И от этого цунами вам никуда не деться.